Всем мое почтение. Интересно, она меня увидит. Наверное, увидит. У нас выпало очень много снега. А мне надо ехать на дело. Сейчас все расскажу. Да, снежка нормально подвалила. Каждый день подсыпают и подсыпают. Ни день, ни ночью даже. Ну что, как там вы? У меня тут с крыши съехало. Я специально не стал здесь убирать бугорчик. Чтобы повыше было лестницы подниматься. Итак. Пойдемте, я расскажу, что у нас происходит. Минус 11. Видим, снега навалило. Трактора не было. Я трактор видел три раза всего за зиму. Новый год у нас три раза всего дороги чистили здесь. Трактор проезжал. Здесь, по-моему, даже вообще два. А трассу три раза я видел, чистили. Блин, что-то снег убрать. И ладно, пусть лежит пока. А то меня сейчас тут затянет, меня там ждут. Рассказываю. Я тут ездил в Кумена и забрал от зрителя подарочки. Ну, такие маленькие презентики прислали всем. Сереже, головорезу, перчатки рыбательские. Тимофею, дядя Леша, по этому. Типа шарф вот такой, как у меня на шее. Штука удобная. А Дима Гегелю прислали корабль. Корабль-конструктор. склеивать, который надо. Моделист-конструктор. Сейчас мы дадим и Гегелю, я вчера не мог дозвониться. Дозвонился сегодня. Он говорит, заезжай. Я ему не говорю, что, я говорю, президент тебе. Не сказал, что я ему буду подгонять. Сейчас дадим и Гегеля дадим. Снег задним уберу еще. Снег задним Сейчас я до убираю всё, всё, почистил я снег. Тихо. Всё чётенько работает. Где там скептики, которые писали, зимой у тебя замок умрёт. Трудно, наверное, жить скептиками. Всё, я что не показал, всё очистил. Всю площадку нифига не видно. Замечательно. Так, мне надо сейчас крепление какого-нибудь на зоне заказателей в Китае. Эту камеру крепить. Сейчас уже всякие камеры... Ой, камеры крепления вышли. Всё, едем до Гигима Гегеля. А, до Гигима Гегеля я вам не показал. Какие штучки-то у меня есть. Ладно, сейчас поедем. Секунду, поворачиваю камеру. Диме Гегелю прислали вот такой корабль моделирования. От десяти лет написано. Мне коврики Эва в эту машину. Тимофею повязочку, Лёшу повязочку, Серёже рыбацкие перчаточки с вырезом на пальцы. Ну и мне перчатки такие же. Послали. Я, Серёжа, побольше, а размер все поменьше, чтобы облегающие. На рыбалке должно быть всё в притирочку, чтобы ручиночка насадить можно было. Если перчатки большие, то всё. Дима Гегель, наверное, беспокоится. Я ему позвонил, говорю, приеду через 10 минут. Полчаса уже тут, блин, увожусь. Хозяйство вести, друзья мои. Не мудьями трясти. Да, концевик это у меня замёрз после морозов. Где-то здесь. Ладно, отойдёт. Не отойдёт, а я потом переберу всё. Тепло будет. Сигнал опять выведу. Вот здесь где-то пошевелишь. Срабатывает. На коробке у меня концевик. Ну-ка, камера, давай вниз едь. Концевик, когда включаешь заднюю. Что-то сигнал то работает и нет. Я хотел пешком прогуляться, но... Так, что ты перевернёшься? Давай. Но что происходит в этом сумрачном мире? До Гегеля далеко ехать, он живёт на другой стороне деревни. Так. А здесь тоже дорога нечищена. Накатали, видите? Накатали только. И всё. Они думают, если по колено выпадет, тогда можно чистить. А такой снег не надо чистить. Что у вас по деревне прокатить по нашей или не стоит? Сейчас я погодите, отрегулирую джойстик немного. Джойстик. Какую сторону тебя регулировать-то? Вот так, наверное. Едем до Диме Гегеля. А мне же ещё этот. Давайте я расскажу, пока едем. Блин. Неудобно. На Озон ещё сходим. Первый раз речновский Озон. Пришёл мне там это крепление для микрофона. Заберём за ним тоже. Всё. Поехали. Я к Гегелю там включусь. Деревня мёртвая. Приехали к Диме Гегелю. Войдём где сходим. Вот смотрите. Прочистил дорожечку. Улица у них тоже не чищена. А там вообще одностороннее движение. Не знаю, как машины там разъезжаются. Там с крыши в одну упадают. И прямо на дорогу. И всё завалено. И в одну полосу. Странно. Вообще люди как странно здесь живут. Главе администрации надо заняться. Облагоустройство дорог в этой стороне. Обязать там собственника, у которого крыша упала на дорогу. Пускай он трактор нанимает, да всё вычищает. Там уже прецеденты были с этим товарищем. Но вот и ныне там. Так. Что у нас тут? Дима Гегель накидал снега, чтоб тепло держалось. Избушечка-то у него, конечно, завалилась. Надо поднимать брёвна. А лучше снести и новое поставить. Но новое денег нет. Кедры у него тут растут. Зачем-то светочки попилил. Но и Дима Гегель. Что мы видим? Газ у него. Я в тот раз показывал, но кто не знает, газ есть, но не подключен. Дорого. Так. Дверь открыта, гостей жгут. Дима дома, звонка нету. Велосипед, смотрите, это разобранный стоит. Кошачьей мочой пахнет. Кошка, походу, здесь где-то гонит. Так, у него, смотрите, станочек тут есть. Пальцы обрубать в самый раз. Пластинки. Высоцкий. Гурченко. Дима Ротроман. Хо-хо. Вот это, да, даже у него от моторулера накладка есть. Димуля, проходи. Погоди, я тебе показываю твое хозяйство. В тот раз ничего не показали, так. Сейчас иду, Дима, погоди. Экскурсию по твоему дому проведу. Там, наверное, у него туалет или нет, или здесь туалет. Что тут? Давайте проверим. Света нет. А, здесь дровиник у него. Дрова. Дрова. Здесь всякие заготовочки. Здесь холодное у него помещение холодное. Чердачок. Экскурсию это со мной проводи. Погоди ты, Дима. Ты видел, тебе что прислали? Нифига себе. Вот это круто. От нашего зрителя, который увидел тебя. Ой, благодарствуйте ему. Ну-ка пошли зайдем. Что ты гостей-то держишь в коридоре? Надо сказать ему огромное спасибо. Как звать ты хоть человека-то? Рюмочку ему налить надо. Как звать ты его? Фу, как у тебя тут все потело. Сейчас, погоди, я с камерой разберусь. Проходи. Звать как? Сейчас скажу. Много рассказывай, чем ты тут живешь. Сейчас я в телефон залезу, а то у меня столько сообщений. Я всех не упомню, Дима. Я тут готовкой решил заняться. Капуста вам достал. Опять капуста. У тебя что-то одна капуста ты ешь. Почему? А, ты про вчерашнюю... В смысле про... Не, почему, картошки есть еще. Китайцы пишут, Дима. Чего? А, нафиг. Что пишут? Так, погоди. Друзья наши по оружию. Проходи. А, нафиг. Китайцев они ничего около пишут. Так, это знаешь что? Как там? Русские китайцы, братья навек. Это, по-моему, 50-х годов. Да. Стратегический партнер наш. Иван его зовут. Отчество не знаю. Ваня. Ваня, дорогой. От всей души. Ты прямо, я не знаю, бальзам на душу, честное слово. Кораблик. Построю. Построю, ты покажи. На, держи, давай, пошли, давай покажи. Да, погоди ты. Построю и подарю Димке. Мне это зачем? В тебе. У меня Роман Дмитриевич что сломает? Так, сломает. Ты ему не давай сначала, а потом уже. А как? У меня вставить некуда. Ты что, тут генеральную уборку затеял, что ли? Не, почему? Из подполья. В подполье. В подполье. Дима Гегель. Все, вино сегодня не пьешь? Пьянство увой, блядям веревка. Почему? Пью. Пьешь, но нету, да? Ты последний какой красавец. Ваня, дорогой мой человек, дай хоть лапу-то тебе пожать. Ну, как бы виртуально. Виртуально. Так-то вот у нас на Руси низкий поклон обычно дает. Ну, и это поклоню. Почему я? Хе-хе-хе-хе. Вот тебе больше вечером заняться, а не телевизор свой смотреть, пропаганду всякую. Я телевизор не смотрю, я телефон смотрю. Интернет. Мединские. Будешь плохо себя вести, отключим интернет. Такие... Господи, выглядело и самое-то главное. Ткачев, естественно, священник. Так, проходи. Нет, я поехал. Мне надо ехать. Чего у вас дороги не чищены? Ну вот, здрасте, привет. Чего ты хочешь администрации передать нашей? Скребок, что ли, хочешь мне выдать, что ли? Нет, ну ты можешь выразить свои недовольства, пока есть у тебя возможность. Алексей, который занимается уборкой наших дорог, огромное ему спасибо. Это золотой человек. Да. А уж, что они там с администрацией творят, это извини меня, не мое дело. Ну, по крайней мере, ты же проехал, не забуксовал. Другой двигатель у меня машина. Серьезная. Не знаю, я, наверное, плохо слышно. У меня микрофон включен так. Надо было... Внешние динамики я забыл. Я с тобой как Грюни родная, давай хоть едят чаем напоем. Нет, я поехал, мне надо еще некоторые дела делать. На Озон заехать. У нас Озон открылся, ты в курсе? А что такое Озон? Озон это... Плейм... Плейм... Ну, короче говоря, по интернету магазин. Да. Ну, так чего? Ну, не магазин, площадка интернет магазинов, наверное. Ну, так чего? Плейм... Я этим не пользуюсь, так мне это нафиг мне не нужно. Это старые закалки? Конечно. Все за наличку? Бандерольки, если пошлют, так и то хорошо. Конфетиков там сто грамм. Может водочки, в грелки. Кто? Буду сужиться, святое дело. О, ты слышишь? Ты слышишь? Что ты там закрыл женщин голых? Дима кого-то там спрятал в подполье. А, кошку? Кс-кс. Что у тебя, сколько еды? Они обе черные. Мама и дочка. Ты колдун? Ты зачем кошек-то? На котов? Или стерилизовать надо? Что, не помнишь, что ли я, по-моему, рассказывал тебе историю-то? Рассказывал, но плохо. Той зимой пришла мама. И это еще не было. Еще она не родилась. Вот. Пришла, орет. Ну, что делать-то? Пустил. Ее бросили дачники. Дачники уехали в город, бросили кошку. Ну, куда ее девать-то? Я ей сказал сразу по-русски. Говорю, дорогая моя, я что жру? Ты и ты будешь кушать. Она говорит, да ладно, я согласен. И вот так и живем с ней. Ты сердобольный человек, Дима? А 1 апреля вот приплатил. Так, не в ту сторону кручу. Где? Вот этот вот. Я так ГТА выбирал. Да ошибся там у них. В деталях-то мало все очень, не видно было. Что яйца? Не мог нащупать. Ха-ха-ха. Ну, выросла. Сима, Сима, Сима. Все, ладно, уходим мы от Димы Гегеля. Она говорящая. Ну-ка давай, Дима, прощайся с нашими зрителями. Во-первых, за подарки. Ну, мужики, я даже просто, у меня растерянность полная. Такой новогодний, это прямо я не знаю. Обязательно сделаю и вот слово сдержу. Димке подарю, пускай потом сыну достанется. Абану это. Ха-ха-ха. Ну, давай, закрывайся. Поехал и дальше дела делать. Давай, давай. Кругаля тут дам у тебя. А, слушай, ты выключи камеру, пожалуйста. Камеру выключаю и сейчас продолжим. Все, едем мы дальше. Сейчас до зоны доедем, заберем товар. И все. Что показать у тебя тут деревню? Деревня как деревня. Ничего особого. Между прочим, у них тут... Я ездил два дня назад тут вечером по делам. У них тут освещение есть. Через столб, но есть, горит. В нашей стороне освещения нету. А в центре что-то все лампочки перегорели. Тоже там ни хрена не горит. Я сейчас думал, что отключили освещение. А здесь вот горят. Через столб, да, есть освещение. А у нас на лесной нету. Хотя на трассе эти фонарито стояли, которые... Дали свет. Вчера вышел, вся трасса освещена. Думаю, вот везет же людям, блин. А у нас в деревне проблемы. Проблемы. Одни только завтраками кормят. Светодиодное освещение. Потом, ну что там, еще не знаю. Обещаю. Так, еще мы здесь напрямую, наверное, проедем. О, даже моя машина буксует. Во, сколько тут снега. Сейчас я попробую обозначить, если обозначу. Тут вон только там, на достере кто-то проехал. Снежок пошел небольшой. Улица Дима Гегеля. Все, это конец деревни, вон там уже. А вот это последний дом стоит. Перед вашими взорами. Вот это все. Там уже ничего дальше нету, там на реку мы ездим. Как это вам показать-то? Сейчас я вам покажу, дорогу завалили или не завалили. Я тут что проезжал еще? Специально езжу иногда. Смотрю, заваливает ли дороги тракторист. Не заваливает. А то думал, вредничать погибло. Нет. Так, че тут? Может, если бы я один-то ездил, он бы и вредничал. Я здесь же не один езжу. Набьют быстренько местные жители. Бабки как его поймают. И все. Так, где у нас? А, нам еще надо проезжать. Мы одну проехали улицу, вот еще одна улица идет. Все уже это конечная тут, конечная. Это дачники все живут. Я тут не знаю никого. Ну знаю, но не знаю. Эта улица у нас не помню какая. А вот сейчас мы на Ленина улицу выйдем. Вот здесь мы вставили с вами табличку. И все. Это вот здесь в этой стороне что-то у меня вибрация когда идет. Болт где-то открутился какой-то. А может, панелька замерзла в мороз. Так, давайте смотреть, что у нас тут происходит. А происходит нормально. А не заваливать дороги-то, видите? Ой, ничего вы не видите, наверное. Или все видите. Да, табличка работает, люди ходят. Все нормально. Все, поехали, где на Озон съездим. Ой, дай-ка вас поставлю пока. Найдем этот QR-код от телефона. Досходим на этот. Блин, что-то мне тут все пишут. Ага. Так. Секунду. Озон. Штрих-код найду. Досходим сейчас на Озон. Посмотрим новое помещение. Так, где здесь у меня заказ? Эта корзина вот здесь. Последняя. Вот, наверное, точно. Готово. Что, пойдемте, сходим? Ветерок небольшой. Озон. Посмотрим. Блин, ветер пронизывает. С десяти до двадцати одного. Который час? О, одиннадцать часов. Ромаем. Здравствуйте. Удаю, пожалуйста, публикацию. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушай. Ой. Я тебя очень прошу. Удаю, пожалуйста, публикацию. О происшествии. На каком основании? На каком основании? Потому что это незаконно, это Дима. Они не должны тебе даже это давать. Они должны это. Я уже там все это узнавала, это все. Но мне сказали. Я не хочу, знаешь, Дима, никаких этих неразбирательств, ни судов. По мне это дозволось в сто раз тяжелее, чем у меня Саши. Понимаешь? Ведь он не один сует. Для нас столько роднее. Это я не хотела публикацию, чтобы никто не знал. А это обрушилось на мои губы. Просто невозможно. Ты понимаешь? Не понимаю. Как с ножом бегать, людей резать, это нормально. Считайте. Он ответит за это. Он ведь ответит. Ты не сужи. Я не сужу. Я никого не сужу вообще. Я просто освещаю факты, что происходит в деревне. Они не должны были это делать. Почему не должны? Не должны. Ну, к ним вопросы тогда предъявляйте. Так, тогда что ты выходишь? Что мне нужно вращаться только прокуратуру? Да. Но мне потому что уже сказала, что у тебя уже есть проблемы с этим, с публикациями, с этими. Да, да, да. Так что если ты не сделаешь это по-хорошему, я просто по-хорошему тебя прошу. Мне не нужны. Я по-хорошему сделаю только по решению суда. Все. До свидания. Говно. Кто? Не я же. Вы почему меня оскорбляете? Это потому что... Сейчас же я опять на вас суд могу подать. Да подавай. Ой, если вы на меня, значит, я должен идти к вам на уступки. Понимаешь, ты живешь в этом поселке. Столько людей, ты знаешь, здесь постоянно. И ты не даже... Не, я считаю, когда человек с ножом ходит, там кого-то горло режет. Это я считаю ненормально. Конечно. Так это ненормально. И он ответит без за него. Ну и пускай отвечает. Отвечает. Убери это тоже, потому что это мы не хотим... А вот ко мне милиция приедет, там прокурор скажет, уберите, пожалуйста, потому что я незаконно. Я тогда... Хорошо. А вы-то кто? Вы заинтересована со стороны убийцы человека? Какая он еще милиция, во-первых. Ну там чуть-чуть, да... Да и уже беда-то случилась. Что-то такого-то. Я говорю, что он за это ответит. Так пускай отвечает. У меня такой, я-то тут при чем? Я тебя прошу убрать эту публикацию. Ну я не хочу ее убирать. Здравствуйте. Весной. Вернусь. Кто-то ушло... Все, спасибо. Нет. ролик не еле назад уже можно заказывать здравствуйте мусики на чем здесь а что-то мне с почты пришло что четыре дня осталось вы наверно где-то не отметили опять что-то я покажу так я сейчас на почту и пришло сообщение что заберите посылку часть секундочку у меня скажите чего такое я специально не стал удалять о сегодня пришло но и вроде получила просто не отметили мне было не вы просто там галочку поставьте этого нам опять спрашиваю сказать что не выдали все до свидания рассказываю это ко мне подошла супруга или я не знаю кто на супруга сожительница вместе живут мужика который здесь горло перерезал помните летом в пивной я показал видео с камер наблюдения вот она сейчас вроде убери незаконно ты показал не должны тебя были это показывать угрожает то дело это замяли не знает в общем связи в них там кругом милиция так предполагаю тому мужику ничего не сделали там они как-то договорились финансовая сторона не не знаю как там они и все его даже за то что горло перерезал не посадили следователь якобы сказал кто свидетель то был там нож выхватывал сказал что одно ранение одно ножевое допускается ситуация хулиганка и она подошла вроде убери они видят всякие чески заминают это дело говорит что через прокурору работа на тебя давить но на меня якобы у меня помните тогда с трубой то когда рассказал что они здесь утащили администрация он трубу без договора без всего отдали тут это заместитель главы администрации матвеева подала на меня в суд на клевету вот она это дело то вспомнила сейчас говорит у тебя были то проблемы сейчас мы тебе опять устроим мафия кругом кругом мафия круговая порука опять угрожают вот такие дела понятно если попросят милицию удалить так удалим она то что заинтересована сторона чтобы никто это не знал дело замяли опа это у нас подставочка к микрофону вот такие дела прошло то уже полгода почти у него дополу суд то уже вот здесь это на днях суд вот ведь они хотят как люди шепчут что там отмазывают его по всячески связи и родственные связи им конечно не надо бы чтобы это светилась в интернете микрофон ты клятся а это на стол стоит и такая сразу же меня говном называть стало видимо как подход то какой сначала убери вроде по-хорошему ах ты говно сейчас мы тебе устроим следите за обстоятельствами ждем опять исковое заявление опять суд только не знаем по гостике на там они клеветой тут уже не назвать я тут ничего не клеветал я показал видео с наблюдения ну с камер помните что где тут я на расставлю сейчас или вставил уже еды а вон отсюда все может расправил в карман смотри как по подловски подходит не предупредил ничего достает а сразу же и горло перерезает есть вот это да это сюда вот накручиваться и здесь микрофон вставляется так столу можно петь или разговаривать или стримы вести нормально штука недорогая что-то я открутил нету вот такие дела вот из этого ребят я ношу всегда свою камеру и включена на у меня понимание когда из-за маски тогда вот здесь же приняли между прочим вот в этом же месте это правда место вот в этом же коридоре мета из-за маски мы с юлькой выходим а заходим магазин и три полицейские выходят из этого я задним стороной так будут стороной глаза то смотрю они разворачиваются за нами я говорю и погоди не заходи в магазин там мы только в коридор зашли новый ролик это двигались и игры стоит здесь за нами идут уже разворачиваются без маски потом да заколебали вот в принципиальном на конфликт с ними пошел понятно можно было сказать что в магазине сейчас я куплю где-то москве надо брать этим я нам дурака включил просто да ё-моё она выисели без маски ходил не успел магазин то зайти и вот это ладно на суде то что мне судья сказал ладно говорит ты камеру снимал да они мне права не зачитали там ну нарушили какие-то там законодательством и мне дело это закрыли говорит только те камера это помогла понимание всегда из-за этого с камерой хожу вот такие видели какие угрозы сейчас бы что якобы держись сейчас мы все по-плохому с тобой будем разговаривать сейчас она там своим связям опять дело ну предполагая что-то прокуратура них наверно кто-то сидит или в полиции опять и будут через них меня давить по этому делу хотя может мозгов то хватит сейчас этот ролик опубликую и хотят что там говорю машина ничего не бояться разве с москвы туда приедет кто-нибудь так тогда испугаются все так забрал поехала щеку попью может тимофея увижу отдам ему еще повязку может вот такие дела пишите комментарии что думаете по этому поводу вот так у нас дело тут это заминают и опять идут ранее меня хотят ставить а потом голову кому-то отрезала я тут крайне что рассказал про это надо втихаря голову резать никому не рассказывать такие дела съездил до кафе уют тимофей петрович ушел домой спать после ночной смены ладно потом им передам серёжа головорец тоже что-то не отвечает все поехал я в сторону дома обзорчики пилить лежат у меня там гаджет поснимать на рыбалку уже никогда ехать о дядя лёша надо мне с ним поговорить дядя лёша сейчас я с ним поговорю дела еще ворочается может в обе стороны снимать ну как качество хорошая материста снимает открытая камера мы же не материмся на кадр начало как жизнь то мне сегодня я должен был забрать ну заказать эндоскоп гнущиеся тот наверное тебе подгоню зачем не давать на скопа но я если сейчас успею забрать но на днях я у них туда ними предложили опять набор секретиками там всяких эндоскоп гнущийся я наверное закажу еще на обед все все замечательно где-то концевик запал он я лазил мне кажется просто уже от жизни своей а что там тогда купить надо что надо его заменить да и все доступно за то можно посмотреть на защиту он стоит на раздатке сзади а по схеме гляну так захожу чем-нибудь заменим он не очень дорог мне кажется что там концевик обыкновенный я просто полазил подергал подергал все там провода четенько все хорошо просто уже жизнь да где-то раз раз все дядя лёша тут поговорим всем пока давайте с наступающей праздником купающими всех его больше а у меня же подарок тебе это чё ё-моё дядя лёша во тимофею тебе прислали вот такие на шейные платки чтобы не прослежаться а я серёжа головорезу перчатки рыбацкие а мне коврика его суда вот точно ты его ты исправим на ловца и зверь тимофей еще такой же спасибо огромное спасибо огромное все передал горослюшу увидел за одним дядю лёшу отдал им подарочки новогодние еще тимуху надо серёжу головореза диму гегеля тоже поздравил всех поздравили все замечательно все пойду я время обрет я не знаю сегодня обзор на опять уж не успел и а может успею надо мимо у меня там есть классные микрофоны показать для телефона еще кое-что блин я же эту сенсор отпечатка пальца интересно зимой будет работать у меня через раз срабатывает нет открывает смотри не открывает можно пин-кодом власти здесь а можно этот нфс метка включая нфс меточка работает все кто там говорил сомневался кто-то чётенько на видео проклеил только герметиком здесь здесь крышка идет надеваться там же батарейки еще стоят у меня если электричество отключится то аккумуляторы будут работать но это замок уже показывал также ключи у меня есть дублирующие а мне не собой ладно всем пока вот такой сегодня у нас бложек опять угрожают коррупция какой-то папахи в этом связи меня опять полиции на прокуратуре посмотрим буду я радио с курс всем пока и а